Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Театр наизнанку» и я ее ведущая Каэля. Сегодня у меня в гостях актриса театра и кино Анастасия Сапожникова. Настя, здравствуй! Здравствуйте! Настя, когда ты впервые задумалась о том, чтобы стать актрисой? Я даже не помню. Ну, наверное, лет в десять. Но, честно говоря, я сначала хотела работать в цирке. Вот. Потому что в десять лет мне впервые показали какая-то ворованная, переворованная копия от цирка Дю Сали. И мне так понравилось. Но потом я отказалась от этой идеи, потому что поняла, что в цирке нужно очень много работать. Вот. Но с тех пор... А, потом я еще очень хотела стать балериной. И даже училась в хореографическом училище. И дошла даже до практически пятого класса. Если кто-то учился, то знают, что это достаточно высоко. Вот. Но, к сожалению, меня отчислили, потому что я по физическим параметрам как-то переросла своих загруппников, скажем так. Мне сказали, что, девочка, вы очень крупная для балета, вам лучше уйти сейчас, чем потом переживать. Вот. Значит, я хотела работать в цирке, потом в балете. И ни там, ни там, значит, я не пригодилась. Я думаю, ну ладно, что уж, пойду в театр. Вот, собственно, и так сформировалась уже моя мечта, мое желание работать в театре. А если бы ты не стала актрисой, кем бы ты могла стать? Ты знаешь, почему-то в последнее время я вот очень часто себе задаю этот вопрос. Я думаю, что, конечно, масса есть областей, где я могла бы себя применить. Я могла бы стать архитектором, например. Или я могла бы стать капитаном дальнего плавания. Почему нет? Погромче. Капитаном дальнего плавания. Почему нет? Я очень люблю море, и вообще как-то эта тема меня волнует. Я могла бы, ну, наверное, могла бы стать журналистом. Хотя эта профессия мне не очень нравится, но я, наверное, могла бы стать. Ну, и так перечислять можно до конца передачи. Я думаю, что эти сослагательные наклонения сейчас уже не так важны. Сейчас я актриса, и нужно с этим что-то делать. Ты же училась в Одессе, закончила школу в Одессе. У тебя была возможность ехать с вами одноклассниками в Израиль, в США? Такая прекрасная возможность. Ну, как-то я там не планировала так рано выйти замуж и уехать в Израиль или в США. И как-то, не знаю, мне хотелось самой что-то попробовать, что-то самой попробовать с собой сделать, со своей жизнью. Ну, я и попробовала, собственно. Вот. И вот сейчас я уже могу подумать о том, чтобы, может быть, куда-то дальше уехать. Может быть, даже не с одноклассниками. Вот, интересно. Ну, ладно. Хорошо. Одесса все-таки дала тебе, наверное, какой-то говор. А для поступления в театральный вуз... Да, да, да. Это было ужасно. Необходимо, чтобы речь была чистая. Да, я когда приехала поступать в Москву, я приехала первый раз вообще не знаю, вообще ничего. Вот захотела и приехала. И первый институт, куда я пошла, был МХАТ. Я начала что-то читать, уже не помню, что я читала. После второй строчки меня останавливают и говорят, девушка, вы из Одессы? Я так обманываю, думаю, боже, это мой темперамент, это вот какое-то такое ощущение от Одессы, это они почувствовали. Я с гордостью говорю, да. После чего мне заявляют, что, вы знаете, а вы же не можете работать в русском театре. Я говорю, почему? У вас говор. Я говорю, что у меня? А я даже не знала, что говор. Какой говор? Потому что буквы я выговаривала, я не гэкала, не шокала, не дякала, не дякала. Ну, говорила достаточно нормально, но у вас говор, одесский говор и южноукраинский, это очень сложно. В русском театре у вас нет шансов, извините. И выставили меня с первого тура. Я, значит, почесала затылки, поспрашивала у своих коллег по несчастью, абитуриентов, говорю, что такое, что за говор, что это такое. Ну, кто там не ответил, кто-то не ответил, я не очень поняла. Но, тем не менее, вот в ГИТИС набирал Павлович Хомский курс, и там я как-то понравилась педагогу, и специально для меня пригласили на второй тур педагога по речи, чтобы проверить, насколько я слышу разницу. И она там попросила меня сказать, повторить за ней там самовар, лошадей, какие-то такие фразы, ну, какие-то, просто повторить музыкальные. Я повторила, она говорит, ну, нормально, слух есть музыкальный, и есть надежда, что исправится. И меня взяли в институт с условием, что я в течение первого полугода покажу какой-то конкретный издвиг и результат. И я просто как, не знаю, как угорелая занималась этой речью, уходила домой к педагогу. У нас была чудесная педагога Маратова Людмила Семеновна, и она просто сделала со мной какой-то невероятный. Вот благодаря ей, собственно, я сейчас работаю в русском театре и записываюсь на радио, и как-то более-менее могу общаться. Хотя я слышу, сейчас я уже слышу у меня мама, вот как она говорит, я слышу, что, я различаю, что такое гумор. Пока ты училась на курсе у Хомского, ты участвовала в постановке «Сухи-соса по звезда» в Массанете. О, да, о, да. Ну, я участвовала там, как вот пляшущие, там, как их называют, человечки. Пляшущие человечки. И мне повезло, потому что, когда мы там учились в труппе вот этого спектакля, там был такой эксперимент. Они пригласили не только артистов труппы, а пригласили, о, что-то я сутулись, а пригласили еще людей со стороны. И там был какой-то постановщик, иностранец, сейчас не помню, потому что я не с премьеры, я там участвовала. Вот, и там были очень сильные ребята. Это Филиппы? Это я даже не знаю, потому что это было без меня, я ему интересовалась. Вот, и были очень сильные ребята. И танцевально, и как-то морально, я бы даже сказала, и вообще интеллектуально. Там, например, были педагоги русского языка, то есть какие-то люди были такие вот очень... Вот, я достаточно... Ну, то есть пока я там училась, собственно, я и работала в этом спектакле. Потом я закончила, немножко еще поработала там в этом спектакле, но потом я ушла из Носовета, и как бы моё участие в этом спектакле прекратилось. И что-то там у них потом происходило, я потом немножко потеряла с ними связь. Вот. А остаться не хотела в спектакле? Вот, ты знаешь, я не хотела остаться, потому что для меня это уже, ну, эти рамки, ну, как физкультуру, да. Но это берет время, брало время. И мне лучше было это время потратить на какое-то саморазвитие, на что-то другое. Ну, как бы переросла вот именно вот массовку, что-то. Может быть, Мавдалину попробовала? Я тогда еще не очень хорошо пела. Сейчас бы я, конечно, уже позиционировалась совсем на другие должности. Вот. Но тогда я еще как-то не видела себя как вокалистку, так серьезно не относилась. Но я сейчас не очень серьезно к этому отношусь, потому что это как бы две параллельные такие линии у меня творческой жизни, можно сказать. Вот. И поэтому я ушла из спектакля. А когда же пришлось запеть? Пришлось запеть... Так случилось, что меня взял к себе после института Рехельгаус, если они начали, в театр школы современной пьесы. И взял ни много ни мало на... В спектакль «А что это, это во фраге?» Тогда Любовь Григорьевна Полищук, Царство Небесное, она была жива. И меня, студентку, такую маленькую, мою такую, взяли, собственно, ей в дубль. И меня, и со мной еще работал Женя Стычкин. Вот. И... А там это опера. И вот там пришлось мне запеть. И, конечно, ужасно было, страшно, ужасно, некомфортно. Я никогда не пела вот так серьезно, никогда этим не занималась. И вдруг нужно петь. И, конечно, были мучения ужасные. И я пела. И, наверное, тяжело было зрителям, которые приходили на первые мои спектакли. Потому что, ну, когда человек не умеет или не пробовал, ну, это и страх, и какой-то вот... Но я решила эту проблему следующим образом. Я пошла в джазовый колледж, собственно, и стала учиться в джазовом колледже, заниматься вокалом, как-то обращать на это внимание, думать на эту тему, слушать, разговаривать, смотреть. Вот. И с этого момента я запела. То есть, Тёси Леонидович как-то меня толкнул в вокальную стихию. Получается, что с его слегка... А Найкассинг в метро как попала? Ой, с метро вообще интересно. Я услышала по радио. Объявление услышала по радио. А так как я очень люблю всякие кастинги, ну, это отдельный разговор, почему я их люблю, и почему я не понимаю людей, которые говорят, фу, кастинг ненавижу, я очень люблю кастинги. Я думаю, а-а-а, была не была, пойду схожу на кастинг. Ну, интересно, просто, во-первых, какой-то зарубежный режиссер, какой-то вот фр-фр, там такая реклама была, что-то такое обещали невероятное, что-то просто боги придут. И кто-то думает, ну, и что, а почему у меня эмпатия? Я пошла, собственно, на кастинг. И сходила удачно. И как оно с поляками? С поляками, с поляками. Ой, это, конечно, целый кусок такой очень качественный был в моей жизни, потому что пришли, хотя набирали всех вот по радио, как набрали по объявлению. Да, мы говорили, что непрофессионалы, да, берем всех, там, если вы талантливы, мы всех берем. Да, это так, но в итоге все люди оказались очень профессиональные, и это были либо актеры драматические, вот как я, например, либо очень качественные вокалисты, конечно, но такие люди с улицы туда, ну, буквально пару человек я знаю, и то они были очень одарены, безусловно. И поляки очень много, очень много информации профессиональной нам дали. Поскольку мне было не 16, когда я попала в метро, вот, а не важно сколько, вот, 18, скажем так, вот, то я уже немножко то, что они говорили, воспринимала на другом уровне, и народ у нас пытался там тусоваться на репетициях, как-то проводить время, это все прекрасно, это все было, но, несмотря на это, параллельно вот с этим времяпрепровождением еще давалась очень ценная профессиональная информация, касаемая и музыки, и вокала, и слов вокали, и существования в песне, и понятие точки, понятие кульминации, понятие, вот, дирижер, как, как бы, что делает дирижер. И, ну, просто нам повезло, потому что, конечно, Януш Юзефович, и Януш Стоклосса, и Барбара, вот, ассистенка Януша, это, конечно, очень продвинутые профессиональные люди, и все, кому удалось что-то от них взять, я уверена, безусловно, дальше по профессии все эти знания несут, и это очень, очень помогает. А в Мидорте сыграло две роли. Да. Полины, девушки в глубинке, и подруги-наркоманы. Да. Какая роль оставила больше следов? Ой, я не могу сказать, какая роль, они обе, как бы, оставили след. Я бы сказала так, что, вообще, существование в этом спектакле оставило очень большой след. И это было как фантастическое время, мы все были какие-то обезумевшие от счастья, что вот мы все вместе, что мы такие классные, у нас потрясающая атмосфера была в коллективе, конечно, ругались иногда, ну, как без этого, но при этом это была какая-то вот невероятная любовь друг к другу, и взаимовыручка, и помощь, и юмор, и какой-то, и трагедии какие-то тоже. Ну, вот, время, проведенное в метро, очень качественное, и очень позитивное, и очень какое-то светлое, и очень много людей, которые сошлись в метро, сейчас со мной, как бы, по жизни я с ним до сих пор общаюсь, и это очень близкие просто мои друзья, даже если мы не созваниваемся каждый день, даже если мы, там, видимся раз в год, в полтора, но все равно это очень близкие отношения, и я думаю, что это потому, что коллектив, вот, нас всех собрали, нам внушили, что мы офигительные, мы в это поверили, да, мы в это поверили, но на тот момент мы были такими, так и есть, потому что набрали, собственно, выбирали, там был колоссальный кастинг, вот. То есть вот мы собрались, нам внушили, что мы очень хорошие, мы в это поверили, мы сделали качественную работу, у нас была бешеная энергетика, и мы все вместе, вот, этой компанией, мы пережили колоссальный успех, потому что был успех. Ну, конечно, мюзикл у меня огромный успех. И вот после мюзикл Метро, остальные мюзиклы, в которых я участвовала, да, тоже, тоже они были успешные, там, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, чуть-чуть другая, все-таки народ уже вкусил мюзиклов уже немножко, а мы были первые. И, конечно, это было невероятное чувство, когда мы играли иногда 12 спектаклей подряд, и все 12 спектаклей театра «Опереды» был заполнен до потолка, на потолке сидели. И когда в определенных песнях, во время спектакля, это же не концерт спектакля, вдруг начинали включать зажигалки, или какие-то там, я не знаю, шарики взлетали, или там кричали, после каждой песни, допустим, есть эмоциональные, есть лирические, и после, там был такой очень эмоциональный, насыщенный, такой энергетический, красная сцена называлась. Да, спектакль в спектакле. Да, спектакль в спектакле. И вот эта красная сцена, просто как после каждого номера, шквал аплодисментов, но это было, я думаю, что это было не только, потому что вот зрителям так нравилось, а потому что мы очень много отдавали, и нам это очень нравилось отдавать. И был живой оркестр, и был настоящий дирижер, и все это было отлажено. Ну, там плюс-минус бывали какие-то поначалу, может быть, неточности, или какие-то ошибки. Но потом это все отрегулировалось, и спектакль стал жить как живой организм. И вот это очень важно, когда живая энергетика, зритель сразу это чувствует, сразу. Потом, когда минус, допустим, записан, у нас первое время был оркестр, и это очень сложно с оркестром, конечно, потому что помимо нас на сцене, которые там топочут и свое что-то делают, еще есть люди, которые реально внизу работают, для того, чтобы это все, вокалистам все это подстраиваться, темпоритмически вытягивать, это все сдерживать, потому что мы как обезумевшие, мы все время ускоряли, и эстер-клосса кричал, «Курма, мальчик! Спокойче, спокойче!» Вот, мы все ускоряли, он нас сдерживал. Ну, то есть это достаточно сложный организм такой был. Вот, но тем не менее, это было прекрасно, это было мощно по энергетике, и зал как бы откликался, и мы хотели очень много дать залу, и мы давали, и я думаю, что в этом, собственно, секрет какой-то такой любви, и памяти даже метро, и такой... Сейчас заплачу. Красная сцена, какой-то подтекст, значение ее? Как-то не знаю, какой подтекст. Там не было подтекста, там по сюжету, если кто не видел метро, это, значит, этот спектакль, который создали люди, которых не взяли в официальный какой-то мюзикл, и они создали свой маленький спектакль, который показывали в метро, в метрополитене, на станции, и они имели колоссальный успех, и, соответственно, потом их пригласили в этот официальный мюзикл, и, естественно, начались деньги, началось предательство и ломка, и дальше пошла реальная жизнь. Вот. А вот эта красная сцена, это вот тот спектакль, который сделали эти ребята, и, ну, какая-то там... Там... А, причем интересно, что из-за того, что они все в метро, там вся сцена, я вот сейчас вспоминаю, практически все песни были про деньги, так или иначе, с материальными какими-то связанными. Это была такая, как издевка, или насмешка над деньгами, заинтересованность деньгами, над вот этим материальным миром. Но все равно как бы в конечном итоге... Ну, в конечном итоге, конечно, всех купили и всех продали. Вижу вопрос в чате. Остались... Нет, скучаете по этому проекту? Ужасно! Ну, как... Я как скучаю? Я скучаю по... по времени, которое вот мы вместе провели в качестве на работе и общаясь друг с другом, и в каких-то новых сведениях, в новой информации, в новые знания, которые к нам приходили вот и в связи с этой работой, и по ребятам я скучаю. Ну, как бы, не знаю, если вот говорить о восстановлении метро, нужны уже другие ребята, потому что мы уже такие более взрослые. То есть мы, конечно, соберемся, и, конечно, мы вжарим. Да, но уже вот сама история про других людей, все остальные уже выросли, переросли немножко. Как вы считаете, какова судьба мюзикла в России и зарубежные постановки, наши постановки, каково ваше определение мюзикла? Мое личное определение в мюзиклах... Я люблю в мюзиклах очень, очень люблю участвовать. Смотреть, скажу честно, не всегда, но участвовать, это просто сказка, потому что, особенно когда зарубежные постановки, потому что приезжают уже люди, которые конкретно знают, чего они хотят, уже у них есть план, у них есть место, время, действие, там, дата премьеры, плюс-минус пару дней. Вот, и начиная с кастинга, это очень-очень интересный процесс, что ты идешь на кастинг, там, проходишь, допустим, если тебе повезло, или ты подошел, там, проходишь, потом начинаются репетиции, начинается пристройка, начинается... И на самом деле это очень... Это титаническая работа. Вот я пыталась осознать, допустим, мы когда делали «Ромео и Джульетта», я думаю, ну вот пришли люди, да, которые умеют, ну, там, петь умеют, и танцевать. И они, в принципе, вот, чисто визуально или как-то энергетически подходят режиссерам. Но нужно же этим людям передать спектакль, а этот спектакль передается как? Просто вот по одному движению, то есть это по крошечке, в нас вкладывали каждый день, сцену развести, это же, ну, колоссальный труд, объяснить, что ты стоишь здесь, вот на этот музыкальный акцент идёшь туда, потом здесь вы все поворачиваетесь, тут, значит, мы играем вот это, тут акцент вот такой, и это каждому, это же не армейское, что все одинаково делают, а ещё же есть параллельная жизнь. И всё это развести, во-первых, чтобы все запомнили, чтобы всё это отрегулировалось, чтобы потом это свести воедино, здесь чуть-чуть вот там добавить энергетически, здесь чуть-чуть приглушить. Ну, это колоссальный, просто это как-нибудь дом построить, вот подобно вот этому. И, конечно, это очень интересный процесс. А в России, ну, мне очень нравится, что в России, наконец-то, в Россию пришли мюзиклы, и я думаю, что они будут приходить, потому что уже есть профессиональные люди, люди, которые могут работать, скажем так, с зарубежными режиссёрами. Разница очень большая в подходе. Те, кто прошёл, допустим, метро, Чикаго, там, вывел Ракью, вот эти все зарубежные мюзиклы, даже «Истовские ведьмы», у них есть уже качественно другой подход к работе, к сожалению или к счастью. И школа другая. Школа другая. Да, школа, понимаете, школа не в том, что я что-то по-другому делаю. Нет, основной камень преткновения это отношение к работе. Ну, как ни странно. А, например, вот в русском драматическом театре, в таком стационарном, в обычном, как-то не принято приходить на репетицию с выученным текстом. Считается, что зачем... А, завтра выучу? Нет, другая, значит, там, что я выучу текст на ногах. И когда говорят... И завтра приедет на репетицию с выученным текстом. Артист приходит, не выучив текст, и он говорит, собственно, why? Really, why? Он говорит, я на ногах выучу. И это, ну, это... Это непрофессионально. Потому что это трата времени своего, чужого, режиссерского. А вот работая в мюзиклах, я у себя в мозгу совершенно другую позицию к работе сформировала, что, значит, у тебя есть твой кусок работы, который ты должен сделать. И кроме тебя этот кусок работы никто не сделает. И у тебя есть время вот от сих и по забору, и до сих. Вот. И нужно максимально... Чем раньше ты все освоишь, тем больше у тебя будет времени на какое-то качество не скачет. Потому что, ну, ну, какой смысл просто выучить песню и ее спеть? Ну, сейчас миллиарды таких. Вот. Достаточно включить телевизор. Сейчас у нас все поют. Сейчас есть караоке-клубы, все поют. Ну, при чем тут театр? Вот. А нужно работать... Да, нужно работать дальше. И вот, чтобы дальше работать, нужно базовый уровень очень быстро проходить. И в этом плане, конечно, школа мюзиклов очень многому учат, что ребята приходят уже, уже на кастинге практически все знают, все песни, ну, хотя бы музыкально. Тексты тоже очень стараются быстро выучить. Ну, то есть совсем другой подход к работе. И это вызывает глубочайшее уважение. И когда, допустим, я работаю в драматических проектах, и мне так... Ну, у нас к мюзикловым артистам относятся так немножко, как будто драматически это высшая каста, это, значит, боги. А мюзикловые, ну, сами понимаете, что такое мюзикловые. Вот. Я не обижаюсь нормально абсолютно, но в то же время люди удивляются, что, допустим, я прихожу на репетицию, а я уже знаю текст. И как-то это раз... Непривычно. Это непривычно, обращает внимание, говорят, ой, ты молодец. Я говорю, потому что я мюзикловая артистка. Это вот во мне мюзикловая артистка. Я раз и тексты выучила, представляете? Вот. И потихонечку, потихонечку, конечно, в связи с коммерциализацией искусства, сейчас, наверное, тоже есть проекты драматические, куда приходят люди уже с выученным текстом, но в массе своей. И самое-самое проблематичное, что это в сознании у людей, у людей, у актеров драматических, которые работают в стационарных театрах. В этом и трагедии, собственно. Что, ну, текст, ну, я выучу, что это не работа, а это такое времяпрепровождение. Мы пришли, чуть-чуть потворили, пообщались, попили кофе, вот, ну, что там режиссер мне скажет, зажигаете меня, ну, ну, это, ну, просто жалко времени на это. Совсем не то. Если ты за это время можешь, не знаю, успеть записаться на радио, съездить там, не знаю, в бассейн, потом приехать порепетировать, потом поехать сыграть спектакль, вместо этого ты тратишь на вот какое-то такое непонятное времяпрепровождение. А подход поляков и французов различается? Да. Да, да, различается. Сейчас я, я вот не задумывала, сейчас все свое постараюсь сформулировать. Различается, безусловно. Ну, во-первых, поляки практически по-русски говорят. Их легче понимать. И поляки, наверное, более разгильдяисты. Вот так, если... Ну, как бы... Как-то ближе к нам. Да, ну, конечно, есть славяне. Вот. А у французов, у них более так... Еще языковой барьер. Не все же говорят по-французски, по-английски. Ну, или тот, или тот. Вот. И как-то они более организованы, да. Да, да. Меня вот поразило, кстати, когда мы работали на драме «Джульетта», что они просто... Вот завтра мы делаем вот эту сцену. И они делают эту сцену. На следующий день. То есть у них было расписание, которому они следовали. И они знали, что если они будут следовать этому расписанию, то такого-то числа у них будет премьера. Готов спектакль. И так все и вышло. Ну, конечно, там была заминка немножко с костюмами. Но это как всегда. Кто-то там с костюмом пока это все. Но, тем не менее, вот, например, перед драме «Джульетта» премьерой я была относительно спокойна, потому что я знала, что, в принципе, я уже все сделала. Вот то, что касается репетиционной работы, уже готово. Просто работа над спектаклем с премьерой не заканчивается. Дальше идет уже другая работа. Но вот репетиционная, предпримерная работа, она готова. Поэтому на этот счет я вообще не волновалась. А вот в русском драматическом, как они не планируют? В любом театре, ну, в любом, я не во всех работала. Про все я не буду говорить, но... Как бы не планировали премьеру. Как бы не там офис-менеджер работает или завтруппой работает. Всем там все... Всегда это какой-то коллапс перед премьерой. Всегда все на нервах, в последний момент покупаются туфли перед... В последний там дошивается, буквально уже на актере, там все это дошивается перед выходом. Всегда какой-то вот родимчик просто. Всегда в драматическом театре. Но, с другой стороны, может быть, в этом есть какой-то такой, не знаю, крючок спусковой, эмоциональный. Ну, вот как-то так всегда бывает. А импровизировать позволяли или играли точно-состочку, как в оригинале? Французы? Да. Мне позволяли. Я не знаю, как-то... Я смотрела в Ромео и Джульетта там раза два на видео. Ну, как бы... Мне позволяли. Кого-то, может быть. Я как-то не обращала на это внимания, потому что мне позволяли, и я, собственно, думаю, ну и хорошо. Мы возвращаемся в нашу студию Живого ТВ. Настя, с Юзефовичем ты столкнулась еще и в проекте «Истовские ведьмы». Да, вот так. Вот так. И какая была встреча? Было очень смешно. Значит, приехал Юзефович, стал набирать народ на «Истовские ведьмы». И по метро, а в метро мы уже, по-моему, не играли, пошел слух, что он из метро никого не берет. Потому что никого не берет из метро, почему-то, короче, не берет. Я думаю, ну и что, все равно пойду. А с того момента, как меня Юзефович последний раз видел, и до того момента, когда он меня опять увидел, ну, прошло где-то года два. Я активно занималась вокалом, думала, слушала и говорила, и занималась вокалом. Я пришла, значит, «Януш, Януш, мы обнялись, поцеловались, бла-бла-бла-бла». Он говорит, ну, что, ну, пуй, пуй. А я в метро пела, ну, так, ничего особенного, скажу. Ну, только в Золушке. Да, ну, в Золушке. Вот. Я, значит, вышла и как зафигачила ему из Чикаго. Надо сказать, что действительно произошла какая-то качественная скачетка у меня в вокале. И я просто видела, как Януш сидел в очках, то, значит, я запела. А еще был зал такой с акустикой, и, значит, весь зал стали трястись, стекла. И я сама думаю, о, да я в голосе сегодня, я давай, значит, поддавать. Вот. И Януш сидел, потом раз, снимает очки и смотрит на меня. Короче, он меня взял. Я его поразила. Говорит, о, молодец, запела. Короче, нельзя. Вот. Потом начались репетиции. Там как-то было все непросто. Ну, как всегда. Мы с Ноной Гришавой мы играли одну роль. Нонна выпускала, я была с ней, значит, в дубле. Так, и что? И что я хотела сказать? А, Януш. Ну, и вот Януш, собственно, он как-то был приятно, видимо, удивлен. И доверил мне главную роль. Одну из главных, там, собственно, три ведьмы, вот. Одну из главных ролей мне доверил. И там тессиатура была, и моя, и как-то вообще. Ну, не знаю, что еще сказать. И это не прошло и года, как-то ушла из проекта. Ну, да. Потому что мы выпустили спектакль. Я была, значит, у Ноны вторым составом. И начался кастинг на Ромео и Джульетты. Я, естественно, пошла на кастинг. И, естественно, меня взяли. Родные эпизаторы театра Перетта. Ну, я думаю, что это не сыграло никакой роли. Но как-то вот, как-то я, не знаю, понравилась Ридди. Значит, меня взяли. И у нас был очень плотный график репетиций. Каждый день мы репетировали. Один выходной, там, от зари до зари. И я, чтобы не распыляться. А у меня еще были спектакли в школе современной пьесы. И спектакли уже появились в театре Квартет И. И я стала, ну, просто разрываться стала. Поэтому я, как бы, сказала, что я ухожу из истерских ведьм. Очень спасибо. Всем спасибо, все свободное. И стала с легкой душой и чистой совестью репетировать Ромео и Джульетта. Расскажи про свою героиню, Леди Капулетти. Леди Капулетти. Какой ты ее увидела? Ой, это как-то произошло наоборот. Скорее, не я вот ее увидела. Она увидела тебя. Ряда во мне увидела Леди Капулетти. Потому что изначально я посмотрела мюзикл Ромео и Джульетта. Я могу себя оценить объективно. Я поняла, что Джульетта – это не моя роль в этом мюзге. Может быть, в каком-то другом – да. Но в этом – нет. Думаю, так, а что же я могу сыграть? Ну, естественно, перед тем, как ты идешь на кастинг, ты, собственно, смотришь, а куда, собственно, и зачем, и надо ли тебе это. Мне спектакль очень понравился. Это была версия, где вот огромные сцены, напускались какие-то ворота, какие-то мосты. Ну, короче, масштаб постановки меня покорил. Я думаю, должна я тут быть. Мне тут место. Но я почему-то себя видела как Леди Монтеки. Да. Потому что я была уверена, что у меня вот такой низкий, брутальный голос, что я вот такая брутальная тетка. Вот я как-то так о себе думала. Хотя так о себе, видимо, только я думала. Я пришла, значит, на первый раз вот тогда Реда нас слушал. Спела «Вражду» там с некоторой долей горячности. Вот. И тут же Реда вот, ну, вот я прям почувствовала, что раз, и он – все. Леди Капулити у него есть. Вот как-то он во мне увидел Леди Капулити. И потом он у меня сразу встал на Леди Капулити. Я думаю, боже, но Леди Капулити – это же с высоким голосом. Ну, какая-то такая стройная женщина, какая-то такая вот такая она вся слезкая. Я себя стройной не видела. Ну, как-то, не знаю, я себя крупной считаю. Ну, я понимаю, что это странно, но я думаю, что так у многих. Мне кажется, что я вот крупная такая женщина. Ну, как, ну, Татьяна Васильева, вот что я вот такая. Ну, видимо, мания величия и раболепство смешанное какое-то. Это у меня мания величия такая, что я считаю, что я крупная, очень женщина, такая мощная. Вот. А Леди Капулити там какая-то была такая стройная, светская какая-то левица. Я думаю, ну, странно. И с высоким голосом я думаю, ну, не знаю, не знаю, смогу ли я. Ну, конечно, я попробую. И как-то я стала себя вот даже сворачивать в эту сторону. И потом как-то раз-раз-раз смотрю, да нет, что-то я вот не крупная. А, еще повезло, потому что на Леди Монтеке взяли Лику Рулу. И я поняла, что, ну, да, я, конечно, не Лика Рула. У Лики голос такой помощнее, помню, у него больше низких вот обертонов. И Каринка Авсипян, которая просто моя любовь с метро. Вот. И Каринка, и я думаю, ну, да, у меня, ну, наверное, да, да, наверное. То есть как-то ряда вот этой роли немножко мое отношение ко мне поменял. Потому что я немножко с другой стороны на себя взглянула и увидела себя, может быть, более реально, чем я к себе относилась. Вот. Ну, а потом уже, на самом деле, очень много мне дал костюм. Вот я когда одела костюм в сцене бала, если кто видел, там совершенно невероятной красоты. Такой курсет, длинное платье, все расшитое такими... В чешуе, как жар горя, вот, перчатки. И вот как-то, когда я одела костюм, вот у меня появился образ, и вот это такая легкая манерность, и какая-то такая небольшая вертлявость какая-то. Ну, вот как-то это так произошло. Вот у нас есть вопрос в чате. Катя, как ты думаешь, какой зарубежный мюзикл в будущем будет поставлен на российской сцене, или же российские постановщики создадут что-то свое? Я думаю, что и то, и то произойдет. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы поставили «Свитчарти». Чудесный мюзикл, и есть уже пару актрис, которые просто могут главную роль легко сыграть. Ну, не я, к сожалению. Хотя, может быть, когда будут ставить, я уже тоже буду готова. Я буду уже такой брутальной теткой, такой. Вот. Какой еще? Ну, слухи всякие ходят периодически, но, к сожалению, они пока только на уровне слухов остаются. Какой-то русский мюзикл. Ой, у нас... А они у нас периодически русские... О профюмерии говорили. Про профюмерии. Ну, это все какое-то вот... О графе говорили, Монте-Кристо. Они не... Они не масштабны, может быть, в силу того, что там нету столько денег. Мюзикл – это финансовые затраты очень серьезные. Вот. И может быть и... Должно быть шоу. Да. А шоу на три рубля, к сожалению, очень сложно сделать. Можно, но сложно. Вот стомп вот эти вот, которые там топочут с этими, со швабрами. Вот. И то, я думаю, у них рублей пять стоит, не три. А вот на три рубля сложно. Значит, надо быть такая швабра, чтобы она топотала правильно. Да, да. Я видела... Ну, или опять, иногда видишь, что есть деньги, но как-то они по-дурацки... По-дурацки. Что-то с ним как-то вложены по-дурацки совершенно. Ну, я думаю, что это нормальная болезнь роста, и постепенно как-то все стабилизируется, и появятся режиссеры, которые... А, еще вот проблемы в режиссерах, потому что это как бы новое поколение, ну, как бы новый взгляд на режиссуру. Это поколение еще как бы не до конца сформировалось, во-первых. Во-вторых, они еще очень молоды, им не дают еще ставить. А то поколение... Мое! Поколение, значит, которое вот со мной работало режиссерами, они уже немножко... Ну, скажем так, иногда архаичны, потому что время требует какого-то другого подхода, другого взгляда. А вот классически поставленный режиссерский какой-то мюзикальный спектакль не всегда сейчас имеет успех, к сожалению, скажем так вот, дипломатично. А какой мюзикл вам лично ближе, может, в музыкальном плане или атмосфера на сцене и за кулисами? Ну, мне вообще повезло, потому что практически все мюзиклы, в которых я работала, они были очень классные. И по атмосфере на сцене, и по атмосфере за кулисами. Вообще, почему мне нравится участвовать в мюзиклах? Потому что, как правило, туда приходят очень приятные люди. И дело в том, что в мюзиклах, вот в таких, особенно в зарубежных постановках, ну, по крайней мере, в тех, в которых я участвовала, скажем так, чтобы всех не грести, там нету вот этого подковерности какой-то, которая бывает в обычном театре, потому что каждый приходит, знает, на какое место он пришел, знает, что у него есть, допустим, второй состав, и это счастье, что есть еще один человек. Ну, это глупо называть первый-второй состав, мы все первые, но просто это, что есть два состава, допустим, или там есть ты, есть человек, свинг какой-то, есть тыл, да, если что, ты можешь всегда там пойти сняться или сыграть другого, или что. Есть как бы вот этот вот люфт, вот. И каждый на своем месте, каждый занят своей работой, и просто нет времени, и желания, и необходимости интриговать, и что-то там себе выбивать, что давайте я первый ряд встану, чтобы меня было виднее, или я красная одену, чтобы, ну, вот этого как бы нету. И из-за этого совершенно народ по-другому общается, как-то все стараются помочь друг другу, и помогают, и... Ну, как-то качественно другое общение, чем вот в других театрах, не будем называть. А какая роль потребовала больший затрат эмоций? Больших эмоциональных затрат? Это в ведрах, что ли, исчислять? Не знаю, ну, больше, больше, меньше. Но они все потребовали, безусловно. Потому что... Я просто сравниваю. Я не могу какое-то что-то отдельное выделить. Все, каждый год, все, что мне удалось сделать в мюзиках, в мюзиках, как бы все потребовало эмоциональных затрат, иначе быть не может, иначе это не цепляет, не передается зрителю. Если ты просто ходишь, носишь костюмы, чисто поешь, этого недостаточно, к сожалению, или к счастью. А нужно еще что-то вот, что-то добавлять. Так, мы снова возвращаемся в студию Живого ТВ. У нас кипит чат. Да. Настя, поговори по-венгельски. Да, я учила венгельский. Несколько языков. Английский, французский, украинский. Да, но французский я плохо. Ну, хотя вот так, когда говорят, могу понимать, но сама говорить шипа, шипа. А по-венгельски, венгельский я учила и говорила достаточно сносно, но поскольку нету среды, очень сложно поддерживать. А почему венгельский такой? Венгельский вот удиви, очень редкий. Значит, случилось так. Я поехала в Будапешт, снималась там в рекламе, как красивая женщина. Меня взяли почему-то в Будапеште сниматься в рекламе. Вот, какая-то машина была, и я, значит. И я приехала в Будапешт, но ни разу там не была. И когда я услышала, как звучит этот язык, я, знаете, вот как пёс вот так, раз, уши так. И у меня просто мурашки побежали по спине. Я не могла дышать. Я не могла просто... Я заходила куда-то, допустим, в кафе и сидела, тупо слушала, как люди разговаривают. Меня настолько поразило само звучание языка, что я подумала, блин, я должна выучить этот язык. Потому что это, если он мне так нравится, он, может, какие-то корни у меня или какие-то, не знаю. Ну, как-то вот мне очень... Вот, и я стала, значит, приехала в Москву, думаю, так, курсы венгерского языка нигде нет, никто не учит. Нашла случайно там какая-то женщина, которая работает в МИДе, закончила МГИМУ. Я к ней поехала домой. Первый... А венгерским очень важно произношение, очень важно. Она мне там пару уроков давала произношение. Потом я ходила в венгерский культурный центр при посольстве, там тоже учила. С самым учителем занималась. Ездила обратно в Будапешт, значит, там у меня какие-то друзья появились. Я с ними общалась, вот, и... Ну, выучила очень-очень сносно. Ну, вот, на бытовом уровне я уже могла общаться. Вот, ну, сейчас, конечно... Сейчас чем-нибудь скажу. Ну, а ну... Я знаю, может быть, я-то утром... Сия, сия вот так. Сия... Ну, вот... Расскажи, как ты работала на ТВ. На ТВ, да, с ТВ. Я продолжала и продолжаю, значит, открывать в себе какие-то новые таланты, способности, как-то расширять себя, свои знания. И одно время увлеклась журналистикой, училась даже на факультете тележурналистики в Останкино. Вот, и устроилась на работу на один кабельный канал, не буду называть вам. Вот, проработала там, ну, совсем немного, буквально месяца три. Сделала пару репортажей, вот, и поняла, что я ненавижу телевидение. Ну, опыт приобретённый мне, конечно, очень, очень так, не знаю, помогает, не помогает, но как-то он меня дополняет и обогащает. Совершила безумные поступки? Да, много раз. Не буду говорить, какие. Ты справляешься с ролью мамы? С ролью мамы, как-то, как-то справляюсь. Ну, вот, мои знакомые, которые приходят, все говорят, ой, ты такая прекрасная мать. Я не понимаю, о чём они говорят, потому что, мне кажется, я делаю то, что я делаю, то, что я чувствую. И, не знаю, ну, как-то, как-то, тяжело, конечно, но справляюсь, справляюсь. И с чем вы не выходите из дома? Чёрт возьми, без мобильного телефона. Это же какой-то нервоз, а не невроз, нервоз. Вот забыл телефон и всё, бежишь просто с любой точки пути. Едешь назад или начинаешь звонить домой, говорить, что вот забыл телефон. Это какое-то, ну, а что делать? Это уже реальность, к сожалению, без мобильного телефона никак. Правда, что ты любишь фильм ужасов? Есть любимый? Да, я очень люблю фильм ужасов. Мой самый любимый, как бы, «Чужие». Вот, «Эпопея». Ну, вот, особенно первые три. Последний, он уже такой немножко пластик-фантастик. А вот первые три, я считаю, что это просто шедевр в художественном каком-то восприятии и вообще в кинематографическом какой-то прорыв. Вот я такие люблю фильмы ужасов вот со всякими. Ползучкой. Тут обсуждают рекламу. Вот в рекламе или карт не снималось? Ой, был грех, был грех. Ну, года три назад снималось. Какое-то средство было. Да, да. Тут, например, йогурт, шоколадные конфеты, женский журнал. Да, еще какие-то джинсы были. Ой, грешна, грешна. А какие впечатления остались от работы с Довиченко в Бумере? Мы, к сожалению, как-то мало с ним работали, но он очень приятный человек и очень профессиональный. И мы сейчас вот когда видимся, мы рады друг друга видеть, что бывает редко. Вот. И Довиченко, конечно, хороший артист. Первая роль в кино была в фильме Александра Гордона «Пастух своих коров». И сразу же главная роль. Да, да, да. У меня как-то с кино стоят не мейнстрим точно. Как-то все, у меня какие-то андерграундные проекты. Этот фильм Александра Гордона, который никто никогда не видел, а потом выясняется, что, оказывается, кто-то его видел. Но, естественно, меня никто не узнает, потому что я там то в гриме, то без грима, то вот. И это было достаточно давно. Но было интересно. Было интересно, конечно. Потому что вся экспедиция была в глуши, в лесах, в деревеньке, где до магазина нужно было плыть на лодке. И это было интересно. Со своими хорошими такими вокальными данными серьезно заняться музыкой не пробовала? Серьезно, что ты имеешь в виду? Какой-то сольный проект? Ну да. Даже многие из мюзиклов. Не знаю. Мне кажется, что сейчас просто так много вот этих сольных проектов, вот этих певцов, и как-то все перенасыщено, и хочется немножко отличаться. Я на самом деле, вот, а можно я, вот, я собираюсь сделать программу вокальную, джазовую, с джазовой направленностью, но я ищу гитариста. То есть я хочу, чтобы это был джаз, но под гитару. Не с трубами, там, с фаном, а чтобы это был под гитару такая вот, чтобы было как бы вокалисты, гитарист, но джазовое направление. Если вот есть какие-то гитаристы с джазовым уклоном, которые согласны поработать, может быть, просто мы очень нуждаемся друг в друге. Я рассмотрю предложения, и, может быть, есть уже какие-то предложения. Очень мне хочется вот эту нишу попробовать. Вы можете написать мне на сайт Одноклассники.ру. Там еще реклама с сайта. Ну, такая маленькая реклама, но, как, это, мне кажется, самое простое. Ну, наверное, напоследок, последний вопрос про премьеру в Театре Практика. Да, в Театре Практика, значит, прибиралась я в этот театр очень долго, очень хотела в нем работать, вот сейчас работаю. Это пьеса Сорокина. Называется «Капитал». Поставил ее Эдуард Баяков. Пьеса Сорокина, ну, пусть это вас не пугает. Это Сорокин, вот, последний. Как бы, вообще, я открыла для себя по-новому совершенно этого писателя, потому что я тоже читала что-то ранее, и как-то в ужасе закрывала, а сейчас вот его последняя такая реклама получается, но это относится к проекту тоже, к спектаклям, что вот трилогия, он, трилогия Сорокина, ну, вы знаете, о чем я говорю. Вот, как-то он поменялся, и этот спектакль, вот эта пьеса, которую он специально для Театра Практика написал, значит, это пьеса о банковских работниках, о топ-менеджменте. Это люди, которых очень мало, но они есть, и вот если на них смотреть нормальным людям, таким, как мы с вами, допустим, то непонятно, о чем они говорят, потому что вот эти минус позит, там, процент, пятипроцентный, годовой, я вообще не очень владею этой терминологией, но тем не менее это какой-то свой собственный язык, вот они на нем общаются, понять невозможно ничего, но при этом ты видишь, насколько какие-нибудь просто нечеловеческие страсти кипят вокруг вот этих вот вещей, но спектакль не об этом, а про этих людей, а спектакль о чувстве стыда, стыда, не совести, а стыда, потому что стыд это такое архаическое очень чувство, и там, если так вкратце, значит, там вот эта верхушка топ-менеджмента Банкова, им нужно принять определенное решение, они его принимают, и потом у них, значит, вечеринка, и после этой вечеринки у них такая игра «Задави Ходора». Вот, они каждый рассказывают… «Задави Ходор» — это как вот такой вот стыд твой, который у тебя вот так вот… Вроде как можно с ним жить, но лучше от него избавиться. Вот такое вот то, что у тебя свербит в сердце, вот такая стыд. И каждый рассказывает какую-то стыдную историю из своей жизни, и как бы тем самым избавляется от этого стыда, и они опять боги, они опять прекрасны, умны, сильны и могут жить дальше. Ну, то есть, на самом деле, это, конечно, не комплимент вот этим людям, которых мы играем, а это о том, что человеку со стыдом жить как-то очень сложно, и все пытаются от него избавиться, и даже вот на том уровне, где вот эти топ-менеджмент, там минус-позит, плюс-позит, вот, что их тоже это свербит, и они как-то… что ничего человеческое никому не чувствуют. Ну и на прощание. Что бы ты пожелала нашим слушателям и зрителям? Что бы я пожелала? Я бы пожелала работа над собой всем, неважно, в какой области люди работают, работа над собой качественной, потому что только работая над собой и изменяя себя, ты можешь изменить то, что вокруг. Вот. И, конечно, любви к себе, ну, к себе в таком хорошем смысле, даже не любви, а приятию, да, правильно так по-русски? К приятию себя и каком-то вот совершенствовании себя. Мне кажется, что если мы начнем как-то улучшать себя, по-настоящему, вот искренне как-то что-то пытаться расти, то и все остальное как-то начнет формироваться, и как-то остальное начнет изменяться. Ну вот. Может быть, я думаю, может быть, я спою кусочек из этого, из Алекса, то вот так… Отлично было бы. Сейчас я только вспомню. Да, кусочек спою. Раз, раз. Как на вожденье приходит ночь, И наслажденье пьянит словно скотч. Предубежденья отброшены прочь. Я смешна, я больна, Все равно я должна. Там будет ночь и дерево. Душа просится прочь, И соблазна мне не превозмочь В эту темную ночь. О, в эту темную, Томную, Стремную ночь. Конечно, странно вот так попасть В его страсть. Но в этой страсти Ля-ля-ля-ля-ля-ля, слова забыла. Я смешна, я больна, Все равно я должна. Там будет ночь и дерево. Спасибо. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь До следующей недели. Следите за анонсами на нашем сайте. Всем пока. Всем пока.